Пенсионная система в Кыргызстане Мы пригласили в студию наших гостей Итак, гости в студии Это Джимар Гольф Чаначева, начальник управления пенсионной и тарифной политики социального фонда Кыргызской республики И Акхалбек Арстамбеков, председатель Совета негосударственного пенсионного фонда Кыргызстан Здравствуйте Здравствуйте Ну и вначале я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, как всегда Вы можете звонить по телефону 6542 33 или 6542 34 и задавать свои вопросы по нашей теме Ну а мы начнем Так как мы сегодня будем говорить о пенсионной системе в Кыргызстане в общем И хотим узнать, что происходит, какие изменения Давайте вначале узнаем от численности пенсионеров в Кыргызстане И все ли пенсионеры получают пенсию вовремя на сегодня С вас начнем Здравствуйте, уважаемые телезрители Пенсионная система сегодня характеризуется по состоянию на сегодняшний день Из них количество пенсионеров по возрасту составляет 446 тысяч пенсионеров 101 тысячи пенсионеров это инвалиды и 44 тысячи по потере кормиться То есть у нас три вида пенсий и такое количество пенсионеров Согласно закону о государственном пенсионном социальном страховании Пенсии должны выплачиваться за стихший месяц, но мы выплачиваем за текущий месяц Где-то около 2 миллиарда 900 ежемесячно тратится на финансирование пенсии С 10 числа у нас начинается финансирование пенсии И наши пенсионеры, согласно графику, кто получает банки, кто получает через Кыргызпочташи Они своевременно получают пенсии Через Кыргызпочташи у нас получают 57% пенсионеров Через банки 43% В последнее время наша страна, государство пытается улучшить систему пенсии Повысить ее, но все-таки до сих пор в стране пенсия ниже прожиточного минимума А с этим потребительская корзина постоянно дорожает И хотелось бы узнать, что сегодня предпринимается для улучшения пенсионной системы в стране Все, как говорится, познается в сравнении Если в 2008 году более 50% пенсионеров получали у нас ниже прожиточного минимума То сегодня у нас 42% пенсионеров получают ниже прожиточного минимума 58% получают выше прожиточного минимума Сегодня прожиточный минимум пенсионера составляет, по данным Национального статистического комитета, 4303 Размер пенсии по итогам октябрьского повышения составил 5142 сом У нас в законодательстве прописано, что условием повышения страховых частей пенсии Является рост среднемечной заработной платы и инфляции за предыдущий календарный год То есть в пределах бюджета заложенных, в пределах средств заложенных в бюджете социального фонда То есть ежегодно в бюджете социального фонда предусматриваются средства на повышение страховых частей пенсии Но так у нас еще есть так называемая базовая часть пенсии Она у нас поддерживается на уровне 12% от среднемечной заработной платы И сегодня составляет полтора тысячи сом В 2016 году с 1 октября было принято постановление 502 О повышении страховых частей пенсии Размер которых превышает до 10 тысяч мы на 15% повышали, но не менее на 350 Размер пенсии, который превышает свыше 10 тысяч мы повышали на 8% А на это было направлено более 887 миллион сом В прошлом году мы на финансирование пенсии направили около 36 миллиардов сом То есть это очень-очень большие суммы Если сравнить, так сказать, соотнести к воловому внутреннему продукту Это почти 8% с учетом других расходов Там пенсии военнослужащих, доставка, банк То есть расходы пенсионного фонда Они как бы стоят на уровне тех расходов, которые тратятся в странах СНГ А скажите, как будет проходить повышение пенсии в этом году? И будет ли это поделено по частям? Кто в этом году сможет получить пенсию? У нас ежегодно повышение пенсии осуществлялось в соответствии с решениями правительства То есть мы готовили заранее постановление правительства, проект решения Которым предусматривались различные механизмы повышения пенсии То мы повышали на определенный процент, дифференцированно повышали, на твердую В этом году для того, чтобы, так сказать, провести повышение, как предусмотрено во многих международной практике пенсионных системах Нами был подготовлен проект закона, который предусматривает повышение пенсии производить от роста среднемесячной заработной платы и индекса потребительских цен Ежегодно будет утверждаться коэффициент индексации правительственным решением И по итогам средств, заложенных в бюджете социального фонда, будет ежегодно производиться повышение Этот проект закона сегодня рассматривается в Дюгур-Кукинеши Кыргызской республики Он прошел рассмотрение в двух комитетах Комитет по социальной политике и Комитет по бюджету Завтра будет рассматриваться на заседании Дюгур-Кукинеши Мы будем надеяться, что это побыстрее рассмотрят и все-таки пенсии будут повышаться А Калбега Советович, скажите, вот все-таки на сегодняшний день существует вот эта пенсия ниже прожиточного минимума Есть люди, у которых действительно не на кого надеяться Вот пенсионеры, у которых одни, которым тяжело Но все-таки вот эти пенсии не хватают Как вы считаете, что вот в этом случае можно предпринять? Как им вот сделать, что нужно сделать, чтобы все-таки как-то накопить что-ли Или что-то сделать, чтобы получилось так, чтобы они смогли прожить на эту пенсию? Здравствуйте, уважаемые телезрители Как вы знаете, пенсионная система – это сложный социально-экономический механизм государственного устройства Он как бараметр определяет социально-экономическое здоровье государства и комфорт существования граждан Ну, естественно, жизнь меняется и пенсионная система тоже не стоит на одном месте Он усовершенствуется, потому что это не только в Кыргызстане Во всем, даже в развитых мирах проблема пенсии – это очень актуально То есть, если мы сейчас вот эту актуальную проблему не решим Ну, представители социального фонда прекрасно знают Через 10-15 лет мы столкнемся с такой проблемой Это будет номер один, наверное, в нашей социально-экономической жизни Потому что, ну, наверное, дальше еще будет об этом разговор будет идти Сейчас мы уже, как скажем, до ТАСИ уже в бюджете социально-экономическом фондае стоит Сколько он уже дошло до 15% от госбюджета и так далее То есть, мы должны гражданам своим открыто сказать Вот, что их ждет впереди Что будет через здесь, через 15 или через 20 лет То есть, они пенсию где будут получать естественно социальным фондом делается обруленная работа вот спасибо благодаря их сейчас так скажем законодательная база уже сформирована на сегодняшний день это я хотел бы сказать насчет накопительный пенсионный фонд то есть мы все знаем союзное время тогда была солидарная система то что вы сейчас спрашивать сколько пенсионеров то есть тогда было соотношение сколько пенсионеров сколько работаешь то есть нынешние работающие содержали нынешних пенсионеров то есть там никакие накопления речи не было и то время нас устраивало потому что если так сравнить и сказать если человек получил от 100 до 300 рублей у него нормальный пенсию 80 рублей пенсии или 100 120 это было приемлемо то есть это пенсии можно было безбедно жить в нынешних условиях да вот мы сейчас говорим эту цифру от проводили получается почти 50 процентов пенсионеров получать на уровне среднего уровня прожиточного минимума получать ну это 5000 сумма все прекрасно знаем это месяц до месяц это конечно очень очень мало что нужно 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 то что сейчас нужно то что сейчас делается в этом направлении работа идет со социальным фондом то есть до этого велос условно накопительный с 10 года частично перешли на накопительную систему то есть 10 года у каждого гражданина который работает силу который удерживаются заработной платы там 27 25 процентов там 17 процентов работодателей 10 процентов работаешь вот из них вот работающие 10 процентов удерживать из них 2 процента идет на его личные счета то есть на работ работник открытые личные счета это накапливается это будущее это его деньги его никто не может а вот это накапливается с 10 года а вот 16 года с прошлого года с 1 января соответствии с законодательством дано право каждому гражданину выбрать вот это два процента где размешать или оставит государство или выбор на частный пенсионный фонд вот сейчас в такой стадии только как бы вот новый закон да этот и получается такой стадии ну на сегодняшний день вот в том и сегодня имеют ну как все да это так скажем новый закон но это закон то есть с этим постаново расширено с 1 января право выбора гражданам выбрать но ну по обстоятельствам конечно 16 вот не получилось то есть не реализовано право граждан выбора потому что там даже на определенные условия там социальным фондом должны были провести определенный конкурс там и выбрать управляющей компании которые потому что сосудом сам же не больше управлять этим не гамону через управляющей компания ну так получилось не состоялся я так слышал что здесь говорилось о том что социальный фонд получает дотацию я хотела бы сказать что социальный фондом дотация не получается мы получаем ассигнование из республиканского бюджета на те расходы которые государство приняло на себя обязательства то есть она дает льготы по высокогорным районам до на 8 лет раньше мужчины и женщины выходят на пенсии если речку сейчас мы примем телефон и звоночки продолжим пожалуйста говорите мы вас слушаем вопрос прервался хорошо продолжим мы получаем ассигнование из республиканского бюджета на те пенсии так называемые льготные по высокогорным то есть люди выходят на 8 лет раньше это обязательство государства она говорит что высокогорных территориях народ должен проживать за то что ты проживаешь на этой территории мы на 8 лет тебе раньше даем пенсию да многодетным матерям которые имеют 5 и более детей они тоже на 5 лет выходят на пенсию если такие категории как пенсии военнослужащих компенсации за электроэнергию то есть вот этот ряд на который социальный фонд получает ассигнование из республиканского бюджета с 2002 года социальный фонд является финансово устойчивым и сбалансированным с этого момента то есть на протяжении уже 15 лет социальный фонд не получает дотации из республиканской минуточку сейчас еще раз телефончик примем пожалуйста говорите мы вас слушаем 106 лет бюджет согласитесь я могу вам ответить если поставить минуточку на 2h0 может нет ничего не проявить с вкладкой на 3 ноября на 2х0 же динаме Это фермерское хозяйство, наверное? Рахмат Чуприспи? Да. Урсила Джуприн, потому что программа на русском языке. Значит, в 2015 году был принят так называемый закон 60-й. Вообще, почему такой закон был принят? У нас одна из проблем в том, что неадекватные пенсионные взносы и неадекватная назначаемая пенсия. То есть крестьянские фермерские хозяйства и лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью на рынках, они платили в фиксированном размере. Крестьяне платили в размере базовой ставки земельного налога. В месяц это можно было бы составить 30 сомов. А на территории Уожской области, в южных территориях, в связи с тем, что земли давались в малом количестве, по три суммы могли платить. Но когда они выходили на пенсию, они получали базовую часть пенсии, еще определенный период, за период стажа советского, где-то размер пенсии около 2000 сомов. То есть уплачивая 3 сома или 30 сомов, они получали размер пенсии не намного ниже, чем в организованном секторе. Для того, чтобы крестьянские фермерские хозяйства и люди, которые работают на рынке, адекватно платили. То есть если ты будешь больше платить, то размер пенсии будет большой. Поэтому был принят 60-й закон в 2015 году, в котором крестьянские фермерские хозяйства должны были уплачивать не от земельного налога, а в процентах от среднемесячной заработной платы, в зависимости от градации земли. Но с учетом экономической ситуации, с учетом того, что Кыргызстан вошел в ЕАЕК, с учетом мирового кризиса сложилась такая ситуация в стране, что крестьянские фермерские хозяйства не смогли даже эти страховые износы заплатить. Поэтому было принято решение о снижении ставки тарифов страховых износов. Социальным фондом был разработан определенный закон. Мы его даже представили. То есть сейчас они платят тысяч в месяц? Нет, сегодня они платят по-другому. Вот просто два слова. Значит, тот закон, который мы разработали, Джогур-Кукинеш отклонил, потом был принят другой закон, в котором сегодня, с 2017 года начиная, установлены базовые ставки страховых износов, как ранее по базовой ставке земельного налога. Ну вот сколько они будут платить? То есть у нас опять возвратился, сегодня они будут платить опять те же 30 СОМОВ и 3 СОМОВ. Минуточку, сейчас мы телефончик примем, запомните пока сейчас. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Продолжим. Я россиянка, и я уже давно получаю российскую пенсию. Но я здесь работаю, и с меня снимают налог по поводу пенсии. Вот вопрос, куда он у меня деваться будет? И может быть мне отказаться от этого отчисления? Вы запомните, пожалуйста. Я могу ответить? С первого на первый вопрос ответить, а потом. Хорошо, с первого на первый вопрос. Короче, вот четко ясно. Сегодня они платят в размере базовой ставки земельного налога. То есть те же 30 СОМОВ или 3 СОМОВ в южных областях. Но 60-й закон действовал в течение 2015 года и 2016 года. Они будут платить от среднемесячной зарплаты. А начиная с 2017 года они будут платить по льготным ставкам. Это что касается Нарынской области. В части второго вопроса, там только прозвучала вторая половинка, но я предполагаю... Но она получает российскую пенсию. Она гражданка Российской Федерации, да? Работает, наверное, здесь и уплачивает страховые износы. Те граждане, иностранные граждане, которые работают на территории Кыргызской Республики, являются гражданами иностранного государства, то есть Российской Федерации, работают на территории Кыргызской Республики и состоят в трудовых отношениях с юридическим лицом, которое зарегистрировано у нас в Кыргызстане, они должны платить 3% в солидарную часть пенсионного фонда. А те иностранные граждане, которые постоянно проживают и имеют вид на жительство, они должны платить по общей ставке тарифов страхового износа, 27%. То есть она, уплачивая вот этот взнос, ничего не будет иметь от этого, получается? Четко вопрос не прозвучал. Но она спросила, стоит ли мне... То есть она пенсию российскую получает и здесь еще взносы... Она с нее, не с нее, а с работодателя, который платит ей страховые износы, с работодателя должны заплатить, держать только 3%. Это не дает права на пенсионное обеспечение. Сейчас я хотела бы сказать, что в рамках Евразийского экономического союза, мы сейчас готовим проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийский экономический союз, который предусматривает, что каждая страна за период вступления этого договора в силу будет уплачивать пенсию согласно тому размеру страховых износов и стажа, который приобретен на этой территории. Этот проект договора находится на последней стадии. Там осталось доработать несколько статей. После того, как он вступит в силу, гражданам уже будет выгодно находиться на территории разных стран этих СССР и платить страховые износы на территории той страны, где он трудоустроен по тем же ставкам. Потом каждая страна будет отчислять этот размер пенсии. Вы согласны, что здесь звучит? Я хотел бы... Продолжение? Нет. Все время нас приглашают. Мы даем ей получать вопрос-ответ. Мы отвечаем на узкие, конкретно на какие-то личные вопросы. Это же можно решить регионально и так далее. Здесь актуально... Сейчас я хотел бы, например, поднять вопрос. Вот насчет фермеров начали. То есть в чем проблема? То есть мы же должны сейчас решить проблемы пенсионного фонда. Как они в будущем будут получать? Какие пути есть? И так далее, и так далее. Вот из выступления нашего президента, Мурия Шершановича, недавно. Фермерское хозяйство. От всех доходных частей у них получалось поступление 1,3%. Правильно? Ну там так прозвучало. Я не знаю. Информацию, наверное, давали. Всего доходная часть фермеров. То есть это что говорит? Это солидарная система. Собираем деньги от заработанных работающих и так далее. Если вот в нынешнем состоянии где-то 600 человек работает, из них удерживаем как положено 27. А у нас, ну не знаю, по моим данным где-то 500-600 тысяч это фермеров. С фермеров получаем общую сложность от всех поступлений 1,3%. То есть очень мало. А когда выдаем, одинаково выдаем пенсии. То есть здесь нет справедливости. Поэтому мы должны прийти к одному мнению и сказать, уважаемые фермеры, например. Ну примерно я предлагаю, да? Давайте вот оплату будем производить так. То есть вы... То, что раньше было на издевое состояние. Я в любом случае буду получать пенсии. Мы должны отойти от этого. Мы должны сами накапливать. В этом году у тебя хороший урожай, хороший доход. У них же зависит от этого уже. Заплати, пожалуйста, для своей будущей пенсии столько-то. В следующем году у тебя нету дохода. Урожай не получился. У меньше и так далее. Почему они возмущаются, все время задают вопросы. Вот в прошлом году, по-моему, перед выборами они поднялись. Сейчас депутаты подумают, почему там какие-то неправильно, да? Им надо разъяснять правильно. Может быть они и будут вот так платить, как вы говорите. А нельзя ли решить эту проблему, как бы опираясь на опыт развитых стран? Когда мы этот так называемый 60-й закон разработали, а депутаты потом приняли, сперва была написана концепция развития пенсионного обеспечения, которая была принята в 2014 году. Прежде чем эта концепция была принята и разработана эта политика, мы несколько лет трудились над ними. Встречались с крестьянскими фермерскими хозяйствами, с лицами занятыми, которые работают на рынке. То есть с различными категориями, с бизнес-сообществом. Ездили по всем регионам, по всем Айлюкмиттергам, Баарнам. Всем мы давали разъяснительную работу. Крестьяне говорили, да, надо поднимать, так сказать. Они с пониманием отнеслись. У нас есть исследования, которые проводились. Все с пониманием отнеслись, поэтому эта концепция была принята. Концепция была принята в результате работы межведомственной рабочей группы, в которую входили не только министерства и ведомства, но и представители крестьян, и представители бизнес-сообщества. Поэтому вот эти ставки были подняты. Но с учетом экономической ситуации сложилась такая ситуация. Поэтому опять, как говорится, раньше как они вкладывали в нашу систему 1%, так и сейчас будет принято такое решение, что они будут пока на этом уровне работать и вкладывать в нашу систему такое условие. Можно я вот дополню то, что сказал представитель не государственного пенсионного фонда, а 2% государственный накопительный пенсионный фонд. Здесь речь шла о том, что социальный фонд не дал возможности людям выбирать возможность инвестирования, вкладывания в накопительный пенсионный фонд в 2016 году или в управляющие компании. Согласно закону были внесены поправки. Социальный фонд инвестировал средства пенсионных накоплений до 31 декабря 2016 года. Нами были подготовлены соответствующие нормативно-правовые акты, в соответствии с которым те, которые не выбрали управляющую компанию или накопительный пенсионный фонд. И этими средствами социальный фонд продолжает управлять. Сегодня я просто хотела бы сказать, что у нас в декабре месяце было объявлено о том, что будет проводиться конкурс по допуску к доверительному управлению средствами пенсионных накоплений управляющих компаний. Три управляющих компаний подали заявление, двое не соответствовали, только один соответствовал, но конкурс из одной управляющей компании не состоялся. Об этом мы поставили в известность Госфинадзор, давали объявления во все газеты. При этом мы дали объявление, что в управляющей компании через конкурс, а вот в накопительный пенсионный фонд застрахованное лицо, которое участвует в накопительной системе, оно может само выбирать накопительный пенсионный фонд. Но сейчас так получается вообще? Один раз по законодательству они имеют право один раз в год до 31 декабря текущего года выбрать эту накопительную пенсионную компанию или управляющую компанию, или переводить из одного накопительного пенсионного фонда в другой накопительный фонд. Это все предусмотрено по законодательству. Мы подготовили эти объявления. Ну понятно, а вот сейчас это действует, то, что вы говорите? Это же вот как бы в 16-м году, в 17-м, это будет действовать. Мы подготовили, так сказать, инструкцию и бланк заявления, всем региональным управлениям раздали, объявления дали, по телевидению выступаем, газете дали. Ну будем мы ожидать, значит. Да, значит в течение 17-го года кто-то может выбрать. Спасибо. Сейчас мы телефонный звоночек примем все-таки, прямой эфир же. Давайте мы слушаем вас. Говорите. А подскажите, пожалуйста, почему в течение 20 лет нет нормальной индексации? Почему ветеранов труда, отработавших 40-50 лет, не обращают никакого внимания, нет никаких инвестиций? Почему нет, вы считаете, что пенсия в 3 тысячи сом, на нее можно прожить? Угу. Спасибо большое. Только вот четко вкратце. Угу. Я хотела бы сказать, что такое индексация. Индексация… Нет, вы сразу ответьте, пожалуйста, а то уже имя у нас мало. Нет, ну чтобы народ понял, что только есть индексация и есть повышение пенсии, да. Социальный фонд в течение последних десятилетий существования, он постоянно повышал пенсии. Просто я хотела сказать, что если в 2008 году, если бы мы не повышали размер пенсии, он составлял 1426 сомов, то сегодня он составляет 5142 сома. То есть видно налицо, что в течение… Все-таки все равно невысоко, но мы понимаем, да. Мы повышаем, исходя из тех средств, которые у нас в бюджете социального фонд. Возможно есть, да. Ну а про индексацию то, что… А про индексацию я сказала, что индексация, она предусматривает повышение пенсии на уровень инфляции. То есть чтобы не снизилась покупательная способность пенсии. А мы провозили выше уровня инфляции, выше… Иногда даже проводилось выше уровень роста среди месяцев. Ну то есть индексация есть? Индексация есть и повышение есть. Хорошо, еще телефон и звоночек, мы продолжим. Пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Алло. Да-да, это вероятно. Ну, у меня в школе… Угу. 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 Рахмат тоже коротко. То же, да. Угу. 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 или человек не может собрать, или у него зарплата была маленькая. Сегодня мы внесли изменения, вносим изменения в закон. Это проект закона, который предусматривает, что при отсутствии справки о заработной плате или данных в архиве, то человек может выбрать от минимальной зарплаты, исходя из стажа в определенном проценте. Этот проект закона находится сегодня в Джигурку, конечно. Но еще не действует. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, вот вообще в чем преимущество негосударственного пенсионного фонда? Давайте, чтобы ясно был конкретно, обращусь к гражданам нашей республики. Я вот говорил, с 2010 года каждого гражданина, который работает, у него на личном счете накопились деньги, определенную сумму. По средним данным, около 20 тысяч сумм в течение 5 лет у каждого гражданина. Об этом многие не знают. Ну почему? Да, потому что мы говорим, но никто не интересуется. Сейчас право выбора дано, вот я еще раз повторяю. Они должны выбрать эти деньги или оставить в государстве, как было, так и будет без изменения, или они выбирают негосударственный пенсионный фонд. Негосударственный пенсионный фонд, это раньше было негосударственный, сейчас называется накопительный пенсионный фонд. Ну, надеемся, будет, может, еще появится, но на сегодняшний день в Кыргызстане, единственный это наш накопительный пенсионный фонд, который образован 22 года назад. Вот в течение этих времен, больше 20 лет мы работаем пенсионным фондом. В чем преимущество вашего фонда, чтобы люди как бы просто знали? Ну, если, так скажем, простым языком, все знают, менеджер частный или государственное управление, где лучше? Ну, лучше частный, но все-таки, а где гарантия, что они после какого-то определенного времени получат свои дорогие деньги? Гарантия, потому что законодательство разработано, то есть у нас надзорный орган есть, который контролирует. Есть все гарантии, что эти деньги с охранности, и они потом будут получать обеспечены. То есть надзорный орган есть, там создается резервный фонд, эти вклады страхуются и так далее, и так далее. Например, сейчас на сегодняшний день уставной капитал накопления пенсионного фонда должен быть 40 миллионов в сумму, в которой он должен лежать, как гарантия. И так далее. Там много возможностей таких. У нас 10 миллионов, да? А можно я отвечу? Вот вы все спрашиваете по накопительной системе. Вот мы в 2010 году накопительную систему ввели. 2% мужчины 64-го года рождения, женщины 69-го года рождения, они стали отчислять страховые износы. С 2010 года по 2016 год в государственный накопительный пенсионный фонд поступило более 7 миллиардов суммов. Мы их инвестируем и на них получаем доход. Те активы, которые разрешаются государством. Получили мы 3 миллиарда 884. То есть это значительные суммы. Мы инвестируем в государственные ценные бумаги, депозиты коммерческих банков. И я хотела бы сказать о получателях. Количество получателей, начиная с 2013 года по 2016 год, но там по видам я не буду, 64 293 тысяч получателей получили на 358 миллион суммов выплат из накопительного пенсионного фонда. В том числе, вот почему, чем привлекательна накопительная пенсия? Во-первых, потому что мы, если условно-накопительные счета, о которых говорилось ранее, направляются сразу на выплату пенсии, то вот эти 2% они на выплату пенсии не направляются. Они направляются на инвестирование, и мы получаем доход. А также еще, когда они выходят на пенсию, или они когда уезжают за границу, мы даем им единовременную выплату, или наследникам, если человек в это время умер. Так у нас наследниками воспользовалось более 300 человек вот этими пенсионными накоплениями. Если говорить о негосударственном пенсионном фонде, на сайте государственного госфинадзора есть определенная информация об количестве лиц, заключивших договора, добровольно-финансовые показатели. То есть, как бы это тоже показатели, которые говорят о том, как у нас работает негосударственный пенсионный фонд. У нас, к сожалению, только один негосударственный пенсионный фонд. Но я думаю, что с учетом того, что дали людям выбирать возможность выбирать накопительные пенсионные, туда вкладывать, и, наверное, увеличится это количество. Ну, мы будем надеяться. Все-таки, вот, скажите, хотелось бы узнать, какие нужны документы, необходимые пенсионерам или просто сотрудникам, чтобы перейти в накопительный фонд? Неправительственные или государственные? Какие? Можно вот еще раз подчеркнуть, да? Именно вот накопительный пенсионный фонд касается гражданам, мужчинам в возрасте 64-го года и ниже, то есть, чтобы потом путанище было, и, да, моложе, да, и женщины 68-го, да? А вот почему именно 68-го? Там 10 лет до пенсии. А кто, кому осталось, вот это, в 16-м году, по-моему, расчет был, кому осталось 10 лет, они уже, ну, как бы, возможно, уже тяжело накопить, да, наверное, так, я так понимаю, да. То есть, кому моложе, моложе этих возрастов, они вот участвуют в этой накопительной системе. То есть, по достижению определенного возраста пенсии, если такие останутся тому времени 58-63, они получат, получат государственные пенсии и сколько накопленные с учетом полученных доходов. Спасибо, вы хотели. Как они должны, вот, например, вот именно наш, да, по-частному, наверное, со сфонда разработаны инструкции, то есть, они должны элементарно обратиться в региональное наденение со сфонда, который они пропислили, где там проживают, заявление написать. Но если они выбирают наш государственный государственный пенсионный пенсионный, то они вначале должны договор заключить с нами. То есть, копию договора должны представить в этот региональный наденение социального фонда, заявление написать и свои, ну, соответствующие там документы, выбрал я, например, Негостанин, пенсионный фонд Кыргызстан. Или я остаюсь. То есть, и получается, пенсию он будет получать от негосударственного? По следующим, нет, именно вот накопленные пенсии будут. Накопленные. Да, а государственные, ну, так и остается. Можно просто, чтобы для телезрителей, значит, государственный накопительный пенсионный фонд и 2% отчисления в него являются обязательными для лиц 64-го и 69-го года рождения. Почему выбраны именно это года? Потому что, если старше, то не просто невыгодно туда вкладывать деньги, потому что короткий срок инвестирования. А отчисления, которые делаются, например, Негосударственный пенсионный фонд Кыргызстан, они добровольные. То есть, если человек хочет получить больше, как бы, размер пенсии, они туда вкладывают деньги. Единственное, мы выплачиваем по достижении пенсионного возраста или человек, когда выезжает за границу или умирает. У них они могут в разном возрасте получить. Ну, это уже, как бы, это ихняя политика. У нас... Ну, ясно. А вот вы не могли бы сказать, вот на сегодня будут ли меняться возраст, вот рамки выхода на пенсию? Ожидается? Общеустановленный возраст выхода на пенсию и другие возраста мы сегодня не собираемся повышать. Вот так. А досрочный выход на пенсию? И досрочный выход на пенсию, политику мы пока не меняем. У нас досрочный, если человек на 15 лет больше общеустановленного стажа отработал, стаж надо женщинам 25 лет, ой, мужчинам 25 лет, женщинам 20 лет, плюс если сверху 15 лет, то он на 3 года раньше может выйти на пенсию. Ну, все-таки у нас под 3 минуты осталось, время пролетело, и все-таки хотелось бы услышать, для того, чтобы все-таки улучшить эту пенсионную систему в нашей стране, вот как вы считаете, что необходимо? То есть, чтобы для пенсионеров, вот пенсионеры жили, вот когда, выйдя на пенсию, жили в достатке, нормально, вот что необходимо? Копить деньги надо. Ну, копить одно и... То, что сказал правильно, 2% это обязательный порядок, да? Ну, я думаю, на уровне других государств, там где-то до 10% вес, то есть, мы думаем, в последующие годы, наверное, это будет расти. Ну, это мы начали с 2%, там, это, естественно, накопленные деньги, это уже будущие их большие пенсии. То есть, мы только этим путем накопления можем, то есть, отойти от издевательских отношений к каждому гражданину, он сам себе должен. Кроме этого, кроме обязательно, вот как сказали, есть добровольные. То есть, если захотели, они получат большие пенсии, пожалуйста, добровольно вкладывай и получай большие пенсии. Ясно. То есть, на сегодняшний день возможно все-таки? Есть возможность. Выбор есть. И вы в завершении. Я хотела бы в завершение сказать, что тот проект закона, который сегодня находится в Джигурь-Кукенеши, предусматривает такую норму. Мы сегодня, те накопленные взносы, о которых мы говорили, они сегодня будут индексироваться на уровень инфляции. Это даст возможность при выходе на пенсии, так называемую страховую вторую, получать в более повышенных размерах, чем сегодня получают сегодняшние пенсионеры. И, конечно, у нас в концепции предусмотрены другие еще определенные меры, которые позволят увеличить размер пенсии. Например, чем больше человек делает отчислений, то, конечно, у него будет размер пенсии большой. Правительство, социальный фонд, они работают над разными направлениями. С одной стороны, мы увеличиваем страховой принцип назначения пенсии, то есть, чем больше отчисляешь, тем больше получаешь. А с другой стороны, у тех, у которых не было большой заработной платы, не было больших отчислений, мы их поддерживаем через базовую часть пенсии. Тоже мы меняем политику по базовой части пенсии, для того, чтобы поддержать. У нас все-таки большая армия, 614 тысяч пенсионеров, в будущем они будут расти, для того, чтобы, во-первых, своевременно выплачивать пенсии, во-вторых, индексировать. Политику индексации пенсии меняем и политику индексации вкладов мы меняем. Это дает возможность в будущем получать достойные пенсии. Ну, а вы согласны все-таки? Потому что вот негосударственный пенсионный фонд все-таки Кыргызстана один. Почему один? И не все знают об этом. Ну, как сказали, с началом вот этого накапливания с тем, когда обязательно уже начнутся, то есть, когда появятся деньги, наверное, я думаю, появятся еще две-три для Кыргызстана. Ну, я думаю, больше не будет. Так. Ну, а вы что сегодня делаете для того, чтобы больше знали о вашей системе? Информации? Информации нет. Ну, вот, значит, вы должны больше рекламировать себя, чтобы люди знали. Добро пожаловать к нам. Если кто хочет достойно получать пенсию, двери открыты для государства Пенсионного фонда Кыргызстана. Ну что ж, большое спасибо вам за информацию. Конечно, времени много не хватило, но мы еще будем возвращаться о пенсионной системе в нашей стране. Пока на этом вам большое спасибо. А я хочу сказать, что все-таки мы тоже будем надеяться, что пенсионная система в Кыргызстане с каждым годом будет совершенствоваться. На этом у нас все. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok